Девушки отдыхают В зависимости от знака зодиака У нас вообще все называют файршотами То есть мы артисты, которые делают огненные шоу Файршот в основном то, с чего все начинают Потом обычно эти коллективы разрастаются Занимаются и световыми шоу Занимаются, допустим, ходуристы, живые статуи Ремесло это вообще появилось где-то в Индонезии В Полинезии То есть это были какие-то народные такие Что-то даже типа видов оружия Постепенно это перекочевало в Японию То есть был один из первых мастеров Пой Его звали, по-моему, Юта Имамура То есть это человек, который именно придумал Вот эту технику переключения на паях И потом она перекочевала в Европу Но если брать какие-то более древние времена То были Факиры Как бы это считается, ну, то есть те кто-то Пусть он заклинатель огня, да, кто огном плевался Это более такой древний вариант для этого шоу А в том виде, в котором оно есть сейчас Оно вот как раз таки оформилось где-то, наверное, вот В 80-х, в 80-х, в начале 90-х Конечно же это опасно Но весь вопрос в том, что Как ты подходишь к этому делу То есть у нас обязательно тренировки Артист до огня допускается только после того Как он все делает идеально на реквизите без огня Мы всегда смотрим за ним То есть, естественно, как бы для артистов Ну, есть моменты, да, как какие-то могут возникнуть Цветов с мажором Но опять-таки мы к всему этому готовимся То же самое мы заботимся о зрителях То есть мы всегда смотрим площадку Мы всегда сами расставляем зрителей Крупных ожогов, как бы, у меня не было Знаю людей, которые горели Которые горели серьезно У кого-то там, ой, даже до пневмонии было Но это опасно те, кто огном плюется Просто познакомился с девочкой И я не знал, что он занимается фаер-шоу Потом узнал, что он занимается фаер-шоу Как-то так у меня будут неопределенные романтические чувства И я пришел в команду И вот уже шестой год Я отсюда никак не могу уйти Давай сейчас поговорим о вашем огненном шоу Огонь и я, правильное название Ты сказал, что ты какой по счету мне? Десятый руководитель? Нет Команде 10 лет Я, получается, уже третий руководитель этой команды Да Вообще, то есть, как проходит ваша репетиция? Как образовался коллектив? Если ты знаешь историю коллектива И вы друзья, товарищи, соперники, конкуренты Немножко о ваших взаимоотношениях внутри коллектива? Команда 10 лет образовалась назад Это более два братья Данила и Иван Разумов Как уж они придумали заняться фаер-шоу Это я не знаю Но первыми, в принципе, одними из первых в городе стали они заниматься Делались просто фаер-шоу Потом у них... Ну, они вдвоем занимались Потом пришли еще ребята И коллектив начал уже, скажем так, расширять свою творческую деятельность То есть, появились у нас кудулисты Вот, потом... Ну, это как бы процесс такой, естественно, да То есть, люди там вырастают У них появляются семьи, дети То есть, кто-то продолжает этим заниматься Вот, они как бы поняли, что... Ну, их профессия-то будет мешать И руководство перешло уже к следующим руководителям И сейчас коллективом занимаюсь я Сколько у вас человек сейчас в коллективе? Сейчас скажу Ну, основной состав Сейчас скажу, у нас 6 человек И еще сейчас трое людей, которые вот, довольно-таки, недавно пришли в команду Сейчас они пока обучаются Как ты стал руководителем? Через постель? Да! Серьезно? Не угадалывается! Да! Не знаю, стоит об этом рассказывать подробно или нет Не, не надо оставить Из подробностей Как проходят вообще ваши репетиции? То есть, на каких мероприятиях вы вступаете, да? Как проходят репетиции? Где репетируете? По сколько часов? То есть, и вообще, как вы... У вас происходит набор? У вас кастинг или что? Или человек приходит и говорит Я хочу там стать на ходу Ну, обо всем по порядку Значит, у нас репетиции 3 раза в неделю обычно проходят Мы репетируем по 2-3 часа Сначала, где ребята репетировали первое время, я не знаю Но вот, когда я уже пришел в коллектив Мы, как бы, отчислились Как любительское объединение в Дворце культуры УАЗ Вот сейчас уже нам предложили Мы, как бы, коллектив уже официальный То есть, у меня в 2-й книжке прямо записано, что я руководитель коллектива 2-й категории Ого! А профессиональный образование есть? Нет, я по образованию архитектор Ну, мне завысил гулят Как бы, так, это, сказали Ладно, возьми у нас руководителя Вот, то есть, ну, тренировка начинается по-хорошему с разминочки То есть, там, общая разминка Потом разминка с реквизитом И дальше уже, если это новенький артист То он изучает базу Вот, те, кто же основной состав Мы обычно прогоняем номера Либо разучиваем что-то новое Есть мероприятия, на которых мы выступаем обязательно Да, то есть, это бывают городские По области довольно-таки много гоняем Потому что сейчас, как бы, ну, культура развивает Чтобы она не только все это в городе проходила мероприятие Но и по области Вот, зовут на новогодние елки Ну, и так далее А так, в основном, летом, конечно, свадьбы Потом зимние корпоративы Ну, и по мелочи, там, дни рождения Какие-то праздники, там У нас в городе когда-то проходил фестиваль Он назывался «Огонь в тебе» Он организовывался три раза Это, как бы, самое, наверное, крупное мероприятие Которое мы в городе выступали Вот И, опять-таки, фестиваль «Ва-фест» Мы там участвовали в конкурсной программе Мы участвовали, завелись как команда И мы там заняли второе место Своё первое выступление помнишь? У меня было два первых выступления Почему два? А, сейчас скажу У меня То есть было первое выступление, когда я выступал на камерическом заказе Но оно было вторым в моей жизни Вот, то есть Мы поехали на «Ва-фест» Опять-таки, то есть первый год, когда я занимаюсь Наш руководитель говорит Значит, надо всем ехать Там всему научишься, быстро все выучишь Приезжаем на фестиваль И там организовывали То есть прямо во время фестиваля Можно было выучить номер И выйти с ним на большую сцену Просто так, наоборот, повеселить, грубо говоря, показать Я такой думаю, а что бы нет? У меня, правда, с собой не было ни стаффа, ни реквизита Я и крутить особо не умел В общем, за эти пару дней что-то выучил Есть даже видео, где там все крутятся нормально И Миша такой Так, так, сейчас куда? Ага, сейчас подбрасываем Вот, но что, было классно Мы потом, сцена была на воде Мы в конце все прыгнули Вот, мне кажется, у меня получилось лучше всего Очень клево И коммерческое первое выступление, я тоже помню Это было в Новом Городе Было очень... Нет, было тревожно Страшного не было, было тревожно Мне вот этот реквизит мой, да, был Обжигали руки, я одел перчатки Зачем-то, хотя все ребята уже выступали без перчаток Плюс там площадка была такая Что мы фактически выступали на проезжей части Вот Ну, первое выступление, оно всегда такое Ну, не сказать, что оно провальное Но там не без косяков Но оно запоминающееся Три главных качества фаерщика Прям вот чисто три главных качества В первую очередь должен быть артистизм То есть человек должен выходить Он должен дарить себе какие-то вот эти вот эмоции Он должен публику заряжать Вот, что еще? Должна быть Я бы назвал это, наверное, ответственностью Потому что ты работаешь с огнем Ты работаешь с пиротехникой С какими-то такими вещами, да Которые могут починить вред здоровью тебе Ну и также зрителям Наверное, какой-то должен быть позитив Да, в человеке То есть должна быть позитивность Потому что, опять-таки Публика бывает разная То есть ты можешь прийти Там невеста поссорил с женихом Еще что-нибудь Кто-то чем-то недоволен Гости пьяные Гости трезвые Ты должен толпу зажечь Ты вот должен Это настроение создать Вечером того же дня Мы встретились с Мишей вновь У ребят шла очередная репетиция Мне захотелось присоединиться к ним Из головы не выходила мысль Что артист до огня Допускается только после того Как все идеально сделать на реквизите Ну посмотрим, подружусь ли я с огнем Что это, во-первых Объясни, что это такое? Называется даблстав Я думаю мы попробуем с него Начать, чтобы хотя бы ты поняла Да, какие там есть термины Допустим там вращение То есть плоскость вращения Чтобы у тебя это все Работало на зрителя Чтобы ты понимал Как это крутить А работать нужно кистью? Или чем? Ну, первое время скорее всего Ты будешь работать вот так Вот всей рукой Всем телом Ну, ладно Хорош, что ты делаешь кистью Я занималась танцами Я занималась танцами Это отлично Окей Вот, а потом я думаю Дадим тебе что-нибудь еще И на огонь я тебе дам веера Я думаю тебе понравится Ты смотри Вот, я держу руку И я фитерем рисую кружочек А пальцы-то куда? Это у меня фитерем с одной стороны Смотри, хвак какой-то Ну Держишь вот За большим пальцем И с частью ладони Так-так-так-так-так Вот Уже лучше Да Ты сделала Однобиточку У тебя есть четыре точки Которых ты контролируешь Тут у тебя став должен быть То есть вертикальный Горизонтальный 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 Дабл идеальный круг Так, ну все С вашими даблстафами Однобитовочками Более-менее понятно Что там дальше? Вера Класс Что? Они все гореть будут? Готов? Господи Каркас тренировал Так Давай придумай мне комплекс Того, что я сделаю Только самые легкие, пожалуйста То есть У тебя движения Руки получаются вот такой По кругу Ну, вот так Да? Нет? Да Ну, ага У тебя руки получают В противоход Надо японскую музыку Давай, давай Определимся В какую сторону упорачиваемся Я предлагаю Вот так повернуться Против совосредка Ребята Честно признаюсь Думала, что все эти движения Плевое дело Но не тут-то было Главное правило Расслабить руки и лицо Это, как оказалось Стало для меня Самым трудным Нужно строго следовать Заданной траектории И постоянно двигаться В противном случае Пламя достанет до кожи На тренировочном каркасе Ты об этом не думаешь Мозг включается Зажиганием фитилей Но мой, кажется Напрочь отключился Мне стало безумно страшно Когда веера В руках заполыхали Нет, я боюсь Нет, я боюсь Мне жарко уже Он мне жарит Крути Давай, давай, давай Углубайся Я не смогу так сделать У меня уколол Настоятельно рекомендую Не повторять это одному Но пока со мной рядом были профи Решил взяться за длинный став Конечно, мне же мало было вееров В общем, став оказался дружелюбнее Позитив Ответственность Артистизм Три столпа, на которых держится Артист фаер-шоу Даже если вы обладаете Этими качествами Не спешите брать огонь С нестательным в свои руки Доверьтесь Профессионалам Субтитры сделал DimaTorzok